Характер Бога Мы будем говорить о характере человека И на третий раз мы будем говорить о характере христианина Будем говорить, в частности, о том, как Бог влияет, в частности, характер Бога влияет на характер человека И какие виды изменений происходят в этом характере у человека И вообще можно ли изменить этот характер И когда он становится уже христианином И нужно ли христианину еще работать над своим характером Знаете ли вы, как переводится слово характер, вообще, этимологию этого слова, откуда оно произошло? Что означает характер? Характер имеет греческие корни, это слово, и означает в буквальном смысле слово «печать». Знаете, что документ недействителен? Многие документы без печати. Еще переводы – это признак, примета и определенная черта. Например, мы можем по искусству, по определенному творчеству определенных людей судить об их характере. Художник пишет картины, и согласитесь, что по его картинам, потому что он изобразил на этих картинах, можно судить о его характере. Характер режиссера можно узнать по тем фильмам, которые он снимает. Характер актеров можно узнать по тем ролям, которые они выбирают и как они играют. Характер композитора прослушивается в тех мелодиях, которые он пишет, тогда, когда мы слушаем музыку. Потому что, согласитесь, музыка Баха и музыка, скажем, Rolling Stones – это абсолютно разная музыка, и по их произведению можно судить о характерах композиторов. Характер поэта можно проследить в его стихах. Соответственно, характер писателя через его книги, даже через статьи можно где-то проследить характер журналиста. Бог – это творец. Он тоже прибегает к творчеству. Он любит творить. И творит он прекрасно, искусно. Куда бы мы ни бросили свой взгляд, в глубины Вселенной эти галактики, созвездия, звезды, огромные, большие планеты, солнечная система наша, да, наша Земля, растения, птицы, рыбы, животные – мы с вами. На всем этом мы видим отпечаток характера Бога, потому что все, что нас окружает – это его творение. Что он вообще такой характер, как его лингвисты понимают? Например, посмотрите, Ожегов каким образом определяет характер. Это совокупность психических и духовных свойств, ну, в частности, человека. И характер обнаруживается в поведении. В частности, о человеке, можно сказать, сильный, у него сильный характер, волевой, твердый, смирный и так далее. Характер формируется на базе темперамента. И человек рождается с определенным видом темперамента. Мы сейчас вот затронем, какие бывают виды темперамента. А характер, он влияет, воспитывается при влиянии социальной среды, окружении, профессии или даже национальности. Вот темперамент, мы знаем, имеет определенные типы. Есть холерик, кто продолжит? Сангвенинг, флегматик и меланхолик. Кто скажет, что такое холерик в нескольких словах? Вот Катя, я поняла, пожалуйста. Ну, холерик – это человек, которому свойственны более-таки частые смены настроения. Вспыльчивый, яростный бывает. То есть, такой человек, ну, меняющийся часто в настроении, в своем поведении. Так, да, точно. Значит, холерик – это самый неуравновешенный тип. И когда в экстренных ситуациях нужно резко какое-то, быстро какое-то решение принять, как правило, холерик легче всего с этим справляется. Дальше, что вы сказали, какой еще? Сангвиник. Кто о сангвинике скажет? Что такое сангвиник? Сангвиник такой же быстрый, как и холерик, только реагирует на все более положительное. Как воспринимает все положительно? Воспринимает, да, положительно все. Ага. Хорошо. Сангвиник, на самом деле, это человек, которому, как правило, легко в общении. Он в большей части свое поведение доброжелательный, редко впадает в какие-то крайности. И когда ему что-то интересна, какая-то работа, он с удовольствием ее выполняет. Если же работа неинтересная, он проявляет признаки лени. Еще какие у нас типы есть? Значит, флегматик. Кто о флегматике скажет? Очень спокойный человек. Очень спокойный. Да, это самые спокойные люди. Они эмоции особо не проявляют, такие неспешные люди. И, как правило, это самые усердные люди. И остался у нас последний вид темперамента. Это у нас меланхолик. Кто такой меланхолик? Так что-то в школе проходили. Ну, спокойный, может быть, медленный. Но это ближе к флегматике. На самом деле меланхолик. Флегматик. Флаксивый. Флаксивый. У него повышенная тревожность, настроение все время такое впечатлительное и так далее. На самом деле ученые охарактеризовали типы темперамента. А когда психологи стали изучать характер и попытались его тоже классифицировать, они столкнулись с большими трудностями. До сих пор ученые не могут точно квалифицировать характер. Ну, на самом деле есть определенные черты, по которым классифицируется характер. Ну, в частности, по отношению. Во-первых, по отношению человека к окружающим его людям. Характер. Бывает грубость, отзывчивость, черствость и так далее. Отношение к какому-либо виду деятельности. Лень, активность, добросовестность. Вот это характер. Отношение к тем или иным вещам. Бережливость, аккуратность. И отношение к внутреннему я. Гордость, эгоизм. Еще такое отличие. Темперамент, мы не можем оценивать, что это плохой или хороший темперамент. То есть человек родился с этим темпераментом. А характер, мы можем говорить, скверный характер. Плохой или хороший характер. Итак, в чем отличие темперамента и характера? Темперамент является врожденным. Характер приобретенным. Темперамент нельзя изменить. Можно научиться его сдерживать. Характер же подается корректировке под влиянием внешних факторов. Темперамент делится на общепринятые типы, о которых мы с вами говорили. А характер очень трудно подтянуть к тому или иному виду классификации. И темперамент подается от оценки, как мы с вами говорили, плохой, хороший. А характер не подается. Точнее наоборот. Но мы сегодня говорим о характере Бога. И давайте несколько буквальных качеств. Пять, может быть, шесть качеств. Затронем качества Бога. В частности, Бог есть... Как в Библии написано? Любовь. Бог есть любовь. Истинный, сущий, верный. Нелицеприятный. Нелицеприятный. Я когда читал в газете, дружили два журналиста. И у одного журналиста была одна почка. И случилось так, что у него уже отказывала вторая. И для того, чтобы он выжил, требовался донор. И во всех газетах об этом писали. И никто не хотел отдать свою почку. То есть не находилось человека, который уже умер, чтобы можно было эту почку взять. И потом нашелся человек, который отдал ему свою почку. Проходит время, и узнается, что, оказывается, один из журналистов, этот друг, он отдал одну из своих почек своему другу, потому что очень сильно его любил, не хотел, чтобы он так вот умер без почки. И эту почку ему пересадили. Недавно я в новости случайно включил, смотрю, возможно, кто-то из вас видел сюжет. Произошел случай в армии, когда на учениях один солдат бросил гранату. Кто? Смотрели этот сюжет? И граната. И, да, офицер бросился, граната под ним взорвалась, зато целый взвод остался в живых. То есть жертвовать своей жизнью ради жизни других людей. Это наиболее высшая степень любви. И мы видим, что Иисус Христос, Сын Бога, оставил славу небес для того, чтобы отдать свою жизнь ради меня и ради тебя. Более того, мы в дальнейшем еще поговорим об этом, чтобы простить. Посмотрите, вот в частности еще, пророк Нееме. В 9 главе мы читаем какие слова о том, когда израильский народ шел по пустыне, и вместо того, чтобы поклоняться Богу, они проявляли упрямство. И посмотрите, что пишет Нееме. «Но они, это израильский народ, евреи, отцы наши, упрямствовали и шею свою держали упруга, и не слушали заповедей твоих, не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруга, и по упорству своему поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты Бог!» И посмотрите, какие характеристики характера Бога. «Бог любящий, не просто любящий, любящий прощать, благий, то есть очень добрый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, и ты не оставил их». Видите, какой букет, широкий спектр проявлений характера Бога. На самом деле, когда Иисус Христос рассказывал притчу о смоковнице, помните, там речь шла далеко не о самой смоковнице, там речь шла о нас с вами. И когда садовник говорил, что хотя бы на год еще оставь, прояви свою милость, садовник обращался к хозяину этого сада, и хозяин согласился оставить эту смоковницу. На самом деле, мы с вами, по идее, по своим грехам, недостойны того, чем обладаем сейчас. Но Бог проявляет свою милость, и, может быть, неоднократно сохранял нашу жизнь, для того, чтобы мы, опять-таки, приносили плоды. И когда мы обращаемся к Богу с милостью, просим Его о чем-нибудь, Он всегда откликается. Вспомните Вартимея, слепой человек, сидит у дороги, и вот он услышал, что кто-то проходит. Когда он спросил, кто проходит, и узнал, что это Иисус Христос, что он кричал. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Иисус Христос услышал Его просьбу и обратился к Нему, исцелил Его и помиловал Его. Есть одно такое стихотворение, я помню, в детстве Его еще слышал, и вот случайно на Него недавно наткнулся. «Есть трудное слово на свете. Его очень трудно сказать. Его не хотят часто дети услышать, не то что понять. А взрослым, хоть совесть вещает почаще Его говорить, то гордость к тому не пускает, то званьи и льчин не вилят. Оно никому не мешает, оно примеряет людей. И тот, кто Его применяет, бывает сердечней, добрей». Что это за слово такое, что многих так сильно страшит? Несложное слово. Простое. «Прости». И Бог тоже простит. Знаете, что есть на православной Руси? «Прощенное воскресенье». Когда человек говорит «Прости меня», и как правило, что отвечают? «Бог простит». То есть иногда человеку трудно простить кого-то. Все на Бога. А Бог постоянно прощает. И действительно мы видим, что Бог прощающий. Это одно из проявлений Его характера. Бог, Он щедрый. Одно из качеств было названо. Помните, когда в Ветхом Завете эта история написана, у одной вдовы умер муж. Муж этот был пророком. И осталось у нее двое детей. И были огромные долги. И вот один человек, который дал взаймы ее мужу, он говорит, что «Я детей твоих заберу к себе в рабы». И вот эта женщина несчастная приходит к пророку Елисею и говорит, что «Вот хозяин говорит, что он заберет моих детей к себе в рабы. Что мне делать?» Он говорит, что «Есть ли у тебя масло?» «Давай мы это масло разольем по сосудам, набери у соседей тар пустых сосудов». И что эта женщина сделала? Она взяла детей, закрыла двери, набрала вот эти сосуды и начала наливать масло. А масло из этого сосуда не кончается. Льется, потом раз во второй сосуд, в третий, в четвертый. И до тех пор, пока не наполнились все сосуды, масло не закончилось. Потом, когда уже последний сосуд поверх был до краев наполнен, масло закончилось. И тогда женщина говорит этому человеку, Елисею, «Теперь что мне делать, господин?» Он говорит, «А теперь продай это масло, расплати с долгами, и там еще что останется, на этом можешь жить». То есть Бог не только решает определенные проблемы, Он дает еще сверх того, в чем мы нуждаемся. Бог, Он помогающий, Он любит нам помогать. Мы читаем в Библии, что Бог нам прибежище и сила, скорый, помощник в бедах. Но давайте посмотрим правде в глаза. Действительно так бывает, мы в какой-то нужде, в духовной, в психологической, в финансовой, в бытовой. Обращаемся к Богу, «Господи, Ты видишь нашу нужду? Помоги, пожалуйста!» Написано, что Бог скорый помощник в бедах. Сразу же ли помогает Бог? Мы видим, что не всегда сразу помогает. И иногда, на мой взгляд, почему Бог так поступает? Потому что для того, чтобы мы убедили, что ни с каких других сторон нам помощи, в принципе, иногда, ну, не придет эта помощь. И до тех пор, пока мы не испробуем все пути, мы уже видим, что действительно никто уже не может помочь. Вот тогда Бог помогает. Как бы показывает тем, что ты видишь, что никто не в силах разрешить эту проблему. Только я. И, конечно же, одно из качеств Бога, проявления Его характера, это Бог благословляющий. На первых страницах Библии, когда мы открываем и читаем о том, что Бог сотворил человека, и первое, что Он сделал, что Он сделал. Написано, что благословил их и сказал им. То есть, Бог, Он благословляющий. Вспомните Иакова, когда он боролся с Богом и просил Бога, говорил, что не отпущу тебя до тех пор, пока не благословишь меня. И он действительно получил это благословение, которое реально прослеживается не только на страницах Библии, но и в нашей практической Библии. Вот мы нескольких качеств коснулись. Бог – это любящий, Бог милующий, Бог прощающий, Бог щедрый. Кстати, знаете, вот есть где-то безусловные проявления характера Бога, а есть условные, когда определенные условия есть. Вспомните, в книге Малахи написано, принесите все десятины в дом-хранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка. Иногда мы ждем благословений до избытка, но почему-то их нет. И одна из причин, почему этих благословений нет, потому что на самом деле дом Божий нуждается в определенных средствах. Вы знаете, что вот за это отвечает серебро. Кто-то пожертвовал, а сегодня мы с вами можем прекрасно слушать, записывается все, в интернете выкладывается, вот за это отвечает серебро и так далее. И когда человек жертвует Богу, может быть он пожертвовал немного, но Бог вознаграждает его, и написано, что и залью на вас благословения до избытка. Бог помогающий и Бог благословляющий. Но на этом мы не будем заканчивать тему о характере Бога, о том, как он себя проявляет в нашей практической ежедневной жизни. У нас сегодня в гостях брат Саслан, и сегодня он тоже будет раскрывать некоторые проявления характера Бога.